МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господи, как вас вылечать? Елена. Елена, тебе дозволите нам коляду спевать? Конечно. Поехала коляда из конца у конец, Заехала коляда до Леночки, Заехала коляда до Леночки, О, Леночка, не гуляй, не гуляй, Воры пива же не сына, да и нас запрошай. Полдень. Веселая когорта ряженых поздравляет горожан с наступлением Нового года на оживленных улицах Гомеля. Заглядывает и на торговые ряды центрального рынка. Здесь колядущих уже ждут. Этот коллектив у нас проходит каждый год. Мы их как бы ждем, ну, с утречка дожидаемся, чтобы мимо не прошли нас, потому что и нам бодрее, веселее. Кто что может, кто-то денюжку дает, кто-то швечечку. Супер, что можно сказать, супер. Одеты, коза особенно, видите, все разрешают, пощупать, потрогать. Спасибо, вас тоже с Новым годом! С рожайством, с калядами! Я-то сам первый раз, а вообще эту компанию тут знают. Так что все рады, как я вижу. Вот. А песни, они в основном, в общем-то, про пожелания и богатства. Праздник калядат, он древнеязыческий, еще с тех времен, когда там земледелие было едва-едва развито, зимой людям приходилось очень нелегко, потому что запасы сложно было делать. Поэтому с тех времен и песни такие, про пожелания и богатства, чтобы у всех все было хорошо. Участникам праздничного шествия нужны особые атрибуты. Среди них вифлеемская звезда и коза – главный персонаж. С метафорой небесного объекта все понятно. Это символ Рождества Христова. А образ козы – противоречивый, связанный с язычеством. У восточных славян это домашнее животное было символом достатка. Щедро даривать веселое шествие до сих пор считается обязательным ритуалом. Если гостеприимно встретить ряженых, благополучно пройдут все 12 месяцев. Считается, что чем веселее пройдет щедрый вечер, тем удачливее будут следующие 365 дней. Пару часов коледования и в сумках полно вкусных угощений. Такой обычай до наших дней сохранился во многих полесских деревнях. Коледование – это уникальный обрядовый праздник, который у славян символизировал начало нового года. Это не придумка от текущего часа. Вот какие-то традиции, которые у нас были за все это на нашей будущем. Мы, конечно, выучаем спевы, которые у нас зафиксированы. Здесь 50-60 лет тому. И бабулями уже стало веку. Там можно их 150 лет на 100% датовать. А в 6 вечера на площадь Ленина гомельчан и гостей города позвали рождественские гуляния и концертно-развлекательная программа «Святки-колядки». На Гомельщине бережно сохраняют народные традиции, что пришли к нам из глубины веков. Трепетное отношение к нематериальным ценностям восточных славян – то, что делает белоруса белорусом. Наталья Игнатенко, Валерия Гопанько. Новости недели.